доброго да и господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа пробежимся быстренько по всем инструментам как обычно быстренько потому что особо ничего у нас не изменилось то что изменилось об этом расскажу более подробно перед вами валютная пара евро доллар еврик какие по-прежнему торгуются между границами рынка между верхней границы рынка и между нижней границы рынка поэтому пока ничего не и не произошло недавно у нас добавились ожидания по акционам call это опцион с экспирацией 4 сентября поэтому если у нас евро все-таки доберется до верхней границы рынка тот этот диапазон у нас будет хорошей областью для поиска продаж это область 1 12 41 и 1 12 0 1 11 90 где-то его до 11 90 1 12 41 хорошая область для поиска продаж покупки у нас по прежнему на тех же уровнях никаких обновлений по опционам put у нас не было поэтому если цена у нас достигает нижней границы рынка хотя она уже сейчас находится вне зоне статистической досягаемости у нас коридор 95 процентов вероятность 95 процентов уже находится между границами рынка но если пойдет смещение резкое смещение вниз то возможно мы и дотянем до нижней границы рынка вот этим коридором 95 процентной вероятности поэтому поиск покупок у нас это за пределами нижней границы рынка 104 91 1 0 4 18 вот это вот область для покупок британский фунт по фунту у нас происходили скачки по опционному уровню то есть происходили изменения верхней нижней границы рынка на нас уходила за пределы верхней границы рынка ну по сути она у нас перестраивалась так как было чуть ранее текущем контракте но затем обратно выходила вниз то есть но вот эта модель вот все вот эта область говорит о том что выше данных областей выше уровня до 1 29 54 1 29 95 выше пару не ждут это как будто ее предел на текущий момент по крайней мере до истечении текущего опционного контракта который кстати у нас уже истекает на этой неделе 8 мая заканчивается текущий опционный контракт и с 11 мая у нас наступает июньский опционный контракт ну а обратное перестроение вниз падения нижней границы рынка все стандартное положение на уровне 19 96 нам дает думать о том что цена может пойти вниз то есть открывают ей пределу падения до 19 до 20 фигуры и соответственно за пределами нижней границы рынка от нижней границы рынка и за ее пределами можно искать покупки продажи искать за пределами верхней границы рынка вот от уровня с экспирации 5 июня получается это у нас цена 1 28 00 ровненько 28 фигура и сама нижней границы хорошая область для поиска продаж австралийский доллар по австралийскому доллару сегодня у нас добавились опционное ожидание это опцион с экспирацией 5 июня граничит с пограничным так сказать уровнем продавца 0 65 65 поэтому вот данный уровень может оказаться хорошим местом для поиска продаж но здесь он единственного загвоздка в том что он смотрите как бы вот ровненько и совпадает с историческим локальным таким максимум но хотят для уровня второго порядка это может быть и нормально в том плане что за данным уровнем стоят деньги деньги крупного игрока и поэтому можно рассчитывать на продажу от данного уровня но следить но все же следить за своими рисками так как все таки исторические уровни это не поддержки и сопротивления это уровни ликвидности и когда вы их понимаете что это не поддержки и сопротивления а уровень ликвидности то открывается перед вами совершенно иная картина дело в том что уровень ликвидности это тот уровень где крупные игроки могут набирать свои позиции за счет биржевого опыта то есть здесь был открывать свои позиции на продажу так как видят что это якобы уровень сопротивления и цена будет от этого уровня отскакивать вниз поэтому для того чтобы например от этого уровня пойти вниз могут сделать финт ушами это стрельнуть за пределы данного уровня организовать вложенный пробой с той целью чтобы вынести tête по стопу услышанта здесь идут очевидные стоп лос и область очевидных 100 то есть биржевая толпа продает ликвидности здесь может на всех не хватает продает биржевая толпа то продавать крупному игроку набирать ликвидность выбирать свой объем позиций ликвидности может на всех не хватить поэтомуビ algaqbp.xgp.sgp свои интересы, крупные игроки собирают их стоп-лоссы, то есть рынок идет вверх, выносит продавцов биржевой толпы по стоп-лоссам, их стоп-лоссы это сделки на покупку, то есть они будут покупать, а крупный игрок соответственно будет эти заявки выбирать и открывать свои позиции на продажу, то есть они покупают, крупный игрок продает с этих заявок, набирая, дополняя свои позиции, набирая свои позиции, поэтому вот за данным уровнем, который совпадает с историческим уровнем, нужно следить более внимательно на его отработку и понимать, что возможно ложные пробои вверх, но тем более, если здесь у нас работает хеджер, то ему по сути будет без разницы, он понимает, что здесь хороший уровень исторический, возможно продажа, но если рынок пойдет дальше вверх, либо будут какие-то выбросы со стороны других крупных игроков, то ему будет по барабану все вот эти щенты ушами, сакидоны вверх, ложные пробои, так как у него позиции захеджированы и он здесь уже больше, выше своего уровня не будет терять деньги, а будет только зарабатывать, если цена пойдет вниз, поэтому за данным уровнем нужно будет следить более внимательно, либо заходить его пониженным риском. Более надежными позициями для поиска продаж у нас будет этот коридор, который состоит сплошь из опционных уровней 5 июня, они добавляются, вот у нас опять недавно добавился, три дня назад опцион с экспирацией 5 июня. Тут добавлялись и вот целая череда крупных вливаний в рынок, то есть четко обозначенная область, где можно искать продажи, где ждут рынок. Вот в данной области область 67, 69, 66, 48. Это я вам рассказываю о среднесрочных сделках, то есть если мы заходим в продажу в обозначенных областях, то профит можно ориентировать конечно же на как максимум до противоположной границы рынка, то есть это среднесрочные сделки. Более такие краткосрочные, интродейные сделки, можно будет ориентироваться по областям, например продавцы, область покупателя, по этим областям можно будет ориентироваться. Вот только что на ваших глазах закрылся тейк профит по австралийскому доллару, я тут выставлял тейк профит 1 к 3 сработал. Открылась продажа и закрылся тейк профит. Вот если интересно, давайте вам более сейчас масштабик сделаю поменьше, то есть вот был вход, здесь выставлялся стоп-лосс, входик, стоп-лосс и 1 к 3 только что вот закрылась на ваших глазах. Это интродейные сделочки по областям продавец, подписан покупатель, то есть там где можно искать продажи и покупки. Данные области можно увидеть, подписавшись на наши шаблоны и в группе Telegram. Ссылочка на группу под этим видео. Далее канадский доллар. По канадскому доллару что у нас происходит. Канадский доллар идет перестроение верхней границы рынка и эта модель у нас означает, имею ввиду перестроение границы рынка верхней, эта модель у нас означает не пускание дальше вверх, то есть ограничение роста по канадскому доллару. Первое ограничение роста у нас совпадало с недельным опционом, с экспирацией 29 апреля. Он экспирировался, цена до него не доходила. Далее верхняя граница рынка вновь припала, рынок ее проторговал вверх и соответственно произошло перестроение, произошло переосмысление ожиданий того, что цена может пойти дальше вверх. Соответственно верхняя граница рынка у нас перестроилась, появился уровень третьего порядка. Давайте проследим за этим уровнем третьего порядка, совпадает ли он где-то с историческими значениями. Видим, что особо каких-то четких исторических значений не имеет, кроме как достаточно далеких ожиданий еще с прошлого опционного месяца вот на этих уровнях. Поэтому за данным опционом можно проследить на предмет его продажи. Если цена у нас добирается до уровня верхней границы рынка и уровня третьего порядка, а у нас находится в вероятностном коридоре 95 процентов сейчас, то это будет хорошим местом для поиска продаж. Но опять таки, так как он у нас все-таки совпадает с историческим уровнем, вот с этим историческим уровнем совпадает сопротивление, то опять таки могут быть некие выбросы вверх. Поэтому нужно следить более внимательно. Но место для поиска продаж очень даже хорошее. Тем более на данный момент это у нас является пограничным уровнем. За его пределами у нас более нет никаких опционов, но имеется опцион с экспирацией 5 июня, он достаточно далеко от рынка. Сейчас это 570 пунктов по текущей волатильности очень далеко и находится за пределами коридора вероятности в 95 процентов. Поэтому его пока что не берем в расчет. Этот уровень совсем уже где-то в космосе. Скорее всего данные уровни предназначены для того, вернее с расчетом на то, что цена будет экспирировать 5 июня ниже данных уровней и получит свою комиссию, так как данные уровни скорее всего являются проданными. Так что мы здесь видим. Вот цена зашла в область покупателя, и из нее пытаются стартануть обратно вверх. Но область продавца дана 1.41.50. Поэтому при пробое данного продавца пока что единственного сильного продавца можем пойти как раз и дальше вверх на 145-150 пунктов и здесь уже поискать продажи. Здесь наверняка будут появляться сильные продавцы. Идем дальше. Швейцарский франк у нас уходил за пределы нижней границы рынка в текущем контракте. Вот эта область где он выходил за пределы нижней границы рынка. Здесь рисовал разворотный паттерн и цена стартовала вверх. Пытается выбраться, оторваться от нижней границы рынка. Но вот данный опцион, опцион call, как мы видим, опцион call не дает пока прорвать. Дважды была атака, не дает прорвать данную область. И видим, что у нас здесь идут продавцы достаточно. Они продавцы полотны такой, да, с занавесой. Но вниз тоже цена особо не уходит. Доходит опять вот до этих самых опционных уровней. До этого скопление идет. Видим, что здесь у нас покупатели начинают проявляться сильные. И цена от этих уровней стартует вверх. Сейчас вот вновь пробивает нижнюю границу рынка. Такой хороший свечей. Возможно, сегодня будем атаковать продавцов. Вчера уже атака на продавцов состоялась. То есть продавцы пытались продавить рынок до этого уровня. Им удалось отвоевать свои позиции, свои земли. Но вчерашний небольшой такой трендик и вверх спокойненький. Продавил продавцов, подсократил их позиции. Теперь они вынуждены так вот отступить. Ну и видим, что покупатели продолжают свое наступление. Поэтому ждем дальнейших развязок, ждем покупок. Возможные варианты, как можно работать. Это вновь превращение данного уровня опциона. Пут нижней границы рынка в так называемую поддержку и уже поиск покупочек. Японская иена. Что у нас по японской иене? Японская иена торгуется между границами рынка. Верхняя граница рынка даже немного. Подросла вверх на 60 пунктов. Это по Форексу на фьючерсах это расстояние будет равным 50 пунктов. То есть на один шаг шагнули вверх. Тем самым, как бы приоткрывая дорогу в дальнейший рост. Но такой рост конечно слабенький. То есть какие-то тут небольшие изменения по опционам произошли. Либо кто-то добавился, либо кто-то наоборот закрыл свои позиции, ушел из опционов. И поэтому произошло перестроение, перемещение максимального скопления денег. Поэтому пока что на это внимание не обращаем. Тем более это находится уже вне зоны статистической досягаемости. Будем смотреть следующий опционный месяц с понедельника. Может быть и изменится расклад по опционным уровням. Что у нас сейчас? Видимо сейчас идут небольшие силы покупателей. Но вот эти силы покупателей не дают прорвать вот данную область. Цена от нее спотыкается и уходит вверх. Пытаются продавить. Пока что безуспешно. Что мы видим здесь? Мы видим здесь у нас четкий уровень сопротивления. Продавцы видим наступают, оказывают давление на рынок. Но посмотрим как все это отработается. Возможно что вот этот уровень третьего порядка, вот этот вот уровень третьего порядка, пунктирная линия окажется сейчас с сопротивлением и цена пойдет дальше вниз. Если цена проторгует вот этого покупателя, то дальше сопротивления ближайшего пока что нет. Оно возникает на уровне третьего порядка. Вот на этом уровне третьего порядка может возникнуть. Но и то не факт. То есть уровень третьего порядка это деньги биржевой толпы. Возможно их проторгуют, их могут смести вообще не заметив. И если цена у нас падает на нижнюю границу рынка, то вот это получается у нас хорошая область для поиска покупок. Область, нижняя граница рынка и коридор 95% вероятности. Еще раз напомню, что это за коридор для тех, кто только что присоединился и впервые смотрят видео. Это коридор, который рассчитывается из, ходя из опционных расчетов. Это коридор, который показывает, что с вероятностью 95% цена будет экспирироваться вот в этих областях. А экспирация у нас наступает в пятницу. Ну и коридор 68% вероятности показывает, что цена будет экспирироваться то есть в пятницу вечером на закрытие американской торговой цеси цена будет находиться с 68% вероятностью вот в обозначенном коридорчике. Как видим коридорчик этот, конечно же, смещается за ценой, но он также и у нас сокращается. Если в начале опционного месяца коридор был, например, 740 пунктов, 68% вероятности, то далее он сужается и на текущий момент данный коридор составляет размер 170 пунктов. Теперь пройдемся по нефти. Нефть марки бренд. Давайте с вами рассмотрим. Преодолела нефть марки бренд у нас область продавца. За ним закрепились продавец у нас был 24.85. Мы его проторговали и сейчас у нас идут сплошь уровни покупателя. И что сейчас можно ожидать? Ожидать, что если вдруг цена у нас начнет падение, то на этих самых уровнях покупателя можно будет искать покупочки. Ближайшие уровни покупателя 25.87, 25.44, 24.04, 21.98. Опять-таки более подробную информацию по данным уровням с их обновлением ежедневным можно найти в группе Telegram. Ссылочка в описании под этим видео. Дальше давайте рассмотрим нефть VTI. VTI у нас подбирается к уровню продавца 23.01. Если его преодолеют, то также можно будет рассчитывать на дальнейший рост. Уровни покупателя 20.16 до 19.06, 17.40, 16.55. Вчера преодолели уровень продавца 20.48, закрылись выше него, но можем еще и вернуться, так как у нас все-таки максимальный объем дня не перебил данного уровня продавца. Поэтому цена теоретически может запуститься в данную область. И вот здесь можно будет поискать покупочки от цены 20.16. Давайте взглянем на расстановку по опционным уровням, что у нас творится по VTI. Давайте взглянем и смотрите по VTI у нас идут достаточно крупные добавления денег. 5.000 контрактов, 3.800 контрактов. по цене 8 долларов за баррель, 5 долларов за баррель. Контракт N0 это у нас, по-моему, следующий опционный месяц. Давайте взглянем. N0 с экспирацией 17 июня. То есть на июнь кто-то ожидает, что цена может припасть. Ну и смотрите на цене 60 долларов за баррель. Это очень далеко. Почти две тысячи контрактов. Скорее всего, этот контракт у нас является проданным с той целью, что цена до него не доберется. H1 это у нас экспирация, когда будет? В 21 году, 17 февраля. Либо он надеется, что цена к 17 февраля вырастет до 60 долларов за баррель, либо я придерживаюсь того мнения, что все-таки это проданный с расчетом на то, что цена до этого уровня не доберется. И вот более адекватная цена. 24.00 M0 это текущий контракт с экспирацией 14 мая. Что цена? Так 24.00. То есть доберется до 24.00 уровень продавца у нас будет. 4.00 и дальше может припасть вниз. То есть здесь кто-то рассчитывает на продажу из 24.00. Ну плюс еще премия за арест. То есть это будет где-то повыше. Выше 24.00 и пойдет цена вниз, возможно ломая вот этих покупателей. Ну такой вот расчет у данного игрока на вот эту позицию. Ну и в принципе ожидания 8.5 долларов за баррель вполне могут поддержать такой сценарий. Так как все-таки у нас эра дешевой нефти, то возможно и вероятно, что особо выше 24.00 цена и не поднимется. А приспускаться обратно вниз вполне может. Давайте взглянем на другую расстановку, на общую расстановку, суммарную расстановку денег. А суммарная расстановка денег нам показывает, что у нас достаточно большие объемы. Пограничный объем по путам это 10 долларов за баррель. И максимальное ожидание это 55.50. Они же так вот 50, нет, ровно 55 долларов за баррель. Это максимальное ожидание вверх. Но опять же, как я и говорил, это могут быть ожидания того, что цена не доберется до этих уровней и данные опционы являются проданными. Теперь золото. Давайте рассмотрим золото. Обновим, что у нас идет по золоту. По золоту у нас цена пока что, видим, зажата между уровнем продавца, уровнем покупателя. То есть до тех пор, пока один из этих уровней не будет прорван, то у нас остается вероятность коридорной торговли. Соответственно, если мы прорываем уровень 17.13, то у нас появляются повышенные шансы того, что цена пойдет вверх. Если прорываем 17.05, то, соответственно, цена может двинуть дальше вниз до следующего уровня покупателей 1687-1685. Соответственно, где она уже была ранее и от этих самых уровней отскакивал. Давайте теперь с вами взглянем на расстановку опционных уровней. Так, и посмотрим, что у нас идет по золоту. По золоту интересная картина. По опционам тут очень мало ожиданий. Это общий показатель скопления всех ожиданий, всех денег. Страйк 1700 по путам. Очень маленький, как мы видим по отношению к опционному колу. 1700 мы уже с вами преодолели. То есть цена торговли сейчас 1707. То есть вот 1700 пытались его пробить, но не выходит. Отскакивает от него дальше вверх. И дальше у нас какие тут ожидания? 1750 и 1800. По сути, тоже по золоту с прошлого обзора, с прошлой недели ничего не поменялось. Все торгуется где-то вот в указанных диапазонах. Поэтому можем ожидать, что цена может подрасти к 1750 и предел видим 1800. То есть 1800 это будет та самая цена, от которой можно будет искать продажи. Но до 1800 пока еще даже цена и не добиралась. Максимальный продавец у нас замечен на уровне 1768. Поэтому пока что, если идем вверх, то на пути будут встречаться преграды, от которых можно будет искать продажи, но продажи небольшие. Это больше такие интродейные сделочки. А вот от 1800 уже можно будет смотреть, если по рынку, по раскладу опционов особо ничего не изменится, то можно от этого уровня искать и более какие-то среднесрочные продажи, например, до того же самого уровня 1700 долларов. Такой вот сегодня обзор на предстоящую неделю. На этом все. Подписывайтесь в группу Телеграм для более подробной информации. Ссылочка в описании под этим видео. Всем успехов попутного тренда. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok